здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала сегодня у нас обычный день чем занимается женщина в обычный день когда дома дед мужем она занимается домашним хозяйством поэтому стирка у меня уже стоит обед ищу готовить рано сегодня на обед будет уха из лосося но снимать я не буду такой ролик есть уже на канале а вот это фрукты с которыми я не справилась они переспели что можно приготовить из переспелых яблок и груш яблоко это ранее осталось их всего четыре штуки ну и груш 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 груш вот они уже такие совсем переспевшие очень мягкие их надо срочно перерабатывать пока они у нас не пропали ну и мы займемся я сейчас займусь тем что буду чистить груши и мы приготовим яблочно-грушевое пюре остаемся со мной ну вот все мои яблоки груши почищены на кусочки добавляю где-то пол стакана воды чтобы они не пристали сразу к огню и включаем температуру печку накрою это все крышкой чтобы закипела говорится вариться наши яблочки будут приблизительно с полчаса не больше наши яблочки закипели варить будем на медленном огне чтобы они не пригорели перемешиваем сразу садятся потому что спелыми пока яблоки тушатся на медленном огне мне нужно заняться другой работой все-таки на тройку пока наши яблочки тушатся отстирала машинка первая стирка ее можно вывести на улицу сегодня солнечная погода температура воздуха обещают не выше 17 градусов ветерок поэтому для белья замечательно продует все германии белье не сохнет так быстро как в казахстане в казахстане когда стираешь вывешиваешь например первые пододеяльники или простыни пока ты отстирал пододеяльники от полоскал и отжал их то просто не уже можно снимать они уже продуло их ветром причем продуло так что их почти гладить не нужно их прямо хорошо выхлопала на ветру сегодня у меня по плану 3 стирки сегодня первая стирка это то что мы одевали в лес куртки брюки кофты они не такие грязные но они опасны потому что там вот сидеть клещи я вам уже говорила об этом что в нашем лесу есть клещи вторая стирка это обыкновенные рабочие вещи повседневные и третья стирка у меня будет это светлая одежда мои блузки то что я одеваю на работу и дома так что делю одежду по цветам всегда белая цветной черная никогда не стираю вместе если кидать белая черная ваша белая будет серым поэтому делите светлая темного несмотря на то что не всегда набирается полная машинка белья ну вот как то так моя хорошая мы идем с вами разрешивать первую стирку а Продолжение следует... Всем привет! У вчерашней стирки осталась тряпочка невытащенная. Крышечка наша варится. Белье повесили, машинка крутит вторую стирку, отстирывает. Можно уже добавить температуру. Ну вот как-то так. Пока машинка стирает, яблоки и груши варятся, мы приготовим овощи для ухи. Что мне нужно для ухи? Это картофель, репчатый лук и небольшая морковь. Ну такая, средняя. Хочу вам рассказать, что одной из причин переезда в Германию была стирка. А вернее, мы получили видео от племянницы, где они рассказывали и показывали свою жизнь. Так как я показываю вам в роликах. Это был такой ролик. И вот там они говорят, что мы стираем и рук не мочим. И вот я тогда так позавидовала им, что они не мочат рук. А я, когда стирала тогда последние годы в Казахстане, воды надо было с соседней улицы навозить флягой из колодца. Надо было нагреть ее кипятильником, эту воду, а потом стирать. Причем машинка была обыкновенная, не с отжимом, но отжим у меня был отдельно. Центрофуга была отдельно. Ну что хочу сказать, что летом было очень удобно. Когда шел дождь, я собирала дождевую воду. Я бегала с ведрами от моих 40-литровых баков алюминиевых и таскала воду в машинке, в баню, где у нас стоял 150-литровый бак. В общем, я натаскивала дождевой воды во все сосуды, в которых можно было наносить бегом. Пока льет ливень, я бегом. И боишься, чтоб не подскользнуться по мокрому бетону. Но что хочу сказать. Там мы стирали как? Обыкновенная машинка-алматинка, наверное, была. Да, наверное, алматинка у меня была. И она была такая, ну, обыкновенная. Запускаешь первое белье, ставишь таймер где-то минут на 5-6. Текст отстирается, откручиваешь руками. Вода еще горячеватая. А ты ее откручиваешь руками, чтобы было быстрее. Потому что вот этот отжим, ну, было дольше и не так сподручно. Откладываешь в сторону. Отстирала все белье, меняешь воду на чистую. И простируешь второй раз. Потом сразу каждая, ну, каждая закладка идет полоскать и развешиваю. И все это бегом. Пока стирается машинка, ты уже стараешься отжать и повесить в это время. Повешать белье на веревку, чтобы оно сохло. Пока отстирается вторая порция, пока ты ее от полоски отожмешь, первую уже можно снимать. Вот. И вот так. И бегом. Воду собирала бегом. Стирала бегом. Все бегом. А сейчас меня спрашивают, ты куда торопишься? Ну, вот так привыкла я. Все бегом. Быстро, быстро, быстро. Хотя по натуре я человек более медлительный, чем шустрый. Ну, вот так. Одну из луковиц я отправлю прямо в чешуле варить вместе с сухой, с рыбой. А вторую почищу. Вот эту отправлю. Так. Вот эту начищу луковку. Так что овощи наши уже готовы. Лука в уху я не боюсь переложить. Уха любит лук. Вот. Вот такая одна из причин переезда в Германию. Мне не хотелось таскать воду. И мочить руки при стирке. Вспоминаю все время, как мама стирала на вот этой доске. Ой, для меня это была катастрофа. Это был целый день, нужно сказать. Придешь из школы, а она стоит у корыта и трет. Вот. У нас было двое детей. Очим. Ну и мама. Белья тоже было немало. Белья тоже было немало. Так же, как у меня. Трое детей. Белья было немало. Сейчас до моей дочери дошло, что много вещей не нужно иметь. До меня это дошло тоже приблизительно в этом возрасте. Когда начинаешь забирать стирку, это катастрофа. И позже я покупала детям всегда школьную форму, спортивный костюм, шорты, майки, школьная форма и спортивный костюм на следующий год шли уже в повседневку. А покупали все время новое в школу. Ну и кроме этого, спортивные костюмы оставались из года в год. Где-то что-то подкупал. Конечно, были и нарядные вещи, джинсы, свитера или рубашечки. Но вещей было минимально. И это мне, конечно, в жизни помогло. Не надо было. А когда они были маленькие, понравилось рубашечка взял, понравилось костюмчик взял, то понравилось взял. И завалилось тряпками по самые уши. Так же, как и говорит Анна, моя дочь, что вещей столько не нужно. Ну вот как-то так. Яблочное пюре в Германии называется апфельмус. Применяется оно как соус, можно сказать. к блинам, к драникам используют немцы. Драник называется картофель пуфар. Я сначала добавлю 2 столовые ложки сахара на вот это количество яблочного брушевого пюре. перемешиваю. И сейчас мне его нужно распирировать блендером. Хочу показать, как это все выглядит. Видите? Уже выглядит неплохо. Некоторые кусочки груш еще не распались, несмотря на то, что я оперировала блендером. Сейчас хочу добавить чайную ложечку лимонной кислоты, потому что я буду это закручивать в банке. Ну вот, столечка лимонной кислоты, без горки. И перемешаем. Даем еще чуть-чуть покипеть. А сначала попробуем на сахар. Возьмем чистую ложку. Достаточно сахара. 2 столовые ложки. Достаточно. Сколько у меня получилось пюре? 2 литра. Сейчас приготовлю. Немножко убавлю температуру. Приготовлю банки. И разложу готовое яблочное грушевое пюре уже в банки. Кто-то из моих подписчиц спросил показать, как я стерилизую свои банки. Вот я их споласкиваю чистые банки водой. Ставлю мокрые в микроволновую печь. И ставлю в микроволновую печь. Она стоит на 600 ватт. Ставлю на 4 минуты. Закрываем дверку. И процесс пошел. Крышки я стерилизую обыкновенно, как и все другие люди. Кастрюля. Вода. Плита. Закипят. Покипят. И готовы. Сейчас перепюрирую еще раз то, что не закончила пюрировать, чтобы не попадались кусочки. Ну вот. Начинаем разливать. Банки очень горячие из микроволновки. Отключаем уже наше яблочное пюре. И разливаем. Готовая пюре по банкам. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Росло такое август апфель называется, белый налив. И вот яблок было очень много, и соседка всегда мне предлагала, чтобы я брала их и делала пюре. Вот в тот период, и она делала пюре столько, я его раздаривала, раздавала. Но скажу, что этот рецепт у меня не пошел. Приходится отвлекаться, потому что скоро обед. А обед у хозяйки должен быть вовремя. Ну вот как-то так. Тот рецепт у меня не пошел, или вернее эти яблоки апфель мусс у меня не пошел. Мы не привыкли к этой пище. Мы не привыкли кушать или есть пюрированное. В 12-м году закрылась типография, полностью очистили весь участок и построили вот такую виллу, которая нависает над нами. Но никуда не денешься. Хорошо, что вилла стоит от нас с северной стороны. Ну вот как-то так. Так, в этом году я приготовила яблочное пюре. Готовится оно по вкусу. Зависит от сладости ваших фруктов. Поэтому варить долго не надо. Это видно уже. Когда яблоки начинают распадаться, груша варилась немножко дольше. Но все это пропюрируйте блендером. Можете перетереть через сито. Но я не стала. И сейчас попробую предложить моим внукам. В 12-м году у меня было всего четверо. Четверо внуков. А сейчас семь. Ну посмотрим. Ну и я уже изменила свое питание. Так что, может быть, яблочное пюре будет и для меня десертом. Немцы готовят его и едят с удовольствием. Даже если не готовят, то покупают уже готовое. Подают к блинам. Я уже говорила. Картофель пуфа. Это драники. Это оладики с картошкой сырой. Ну вот, как-то так. День еще не закончился. Время только к обеду подходит. У меня еще много забот и хлопот. А с вами я хочу попрощаться до новых. Нет, еще рано. Всем желаю здоровья, счастья, любви. Мирного неба над головой. Пусть будут здоровы ваши близкие. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Мы опять начали тормозить. Ну ничего. Мой канал трудовой. Работа меня любит. Будем работать дальше. Сейчас грибная пора. Много отвлекаюсь, конечно, на лес. В лесу набегаешься. А потом еще дома насидишься. Поэтому радуюсь, когда не очень много грибов. Вот. Как-то так. Всем пока-пока. И до новых волнующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok